Движение «Обилимпикс» в Ростовской области набирает обороты. С 4 по 17 октября здесь проводятся состязания в рамках отборочного этапа 7-го национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. За выход в финал соревнования сражаются 27 победителей регионального этапа. В Ростовской области школьники представлены в 9 компетенциях, студенты в 14, а специалисты всего в 3. Прежде всего у ребят оценивается профессионализм. То есть мы пытаемся доказать, что ребята с ограниченными возможностями здоровья или как мы их называем, с особыми образовательными потребностями, они тоже могут быть высокими профессионалами, они могут сделать свою работу на отлично. Анастасия Полевая представила на площадке Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления мастерство в компетенции художественное вышивание. Познакомиться с этим ремеслом девушке помогло участие в школьном мероприятии. У нас в школе был конкурс, и я попыталась пойти туда, и мне понравился. Во время соревнований мастерице предстояло выполнить картину по схеме. В будущем Настя планирует сделать художественную вышивку делом всей жизни. Студент Таганрогского механического колледжа Вадим Мальцев представил свои умения в компетенции парикмахерское искусство. Он большой мастер по модным укладкам, кроме того, может правильно подобрать стрижку по типу лица клиента. На нашей площадке сегодня выступал студент 2-го курса по парикмахерскому искусству Мальцев Вадим, который выполнял модуль стрижка с окрашиванием. Он великолепно справился со своим заданием, уложился во времени, и все прошло хорошо. Мероприятия отборочного этапа состязания проводятся в очно-заочном формате. Эксперты дистанционно посредством видеокамер оценивают работу конкурсантов, находясь в разных регионах страны. Обилимпикс позволяет ребятам, участвующим в соревнованиях, выйти на профессиональную арену. Именно здесь их могут заметить и оценить будущие работодатели. В Ростовской области есть работодатели, которые с удовольствием отзываются на потребности людей с особыми возможностями здоровья и принимают их на работу. Педагоги Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления беспокоятся о будущем своих выпускников. Конечно, мы следим за успехами ребят. Большая часть, надо признать, это все-таки идет продолжать учиться по завершении обучения либо в школе, либо в колледже. Они продолжают учиться, то есть получают высшее образование, а школьники поступают в колледжи. Опыт участия ребят в профессиональных испытаниях незаменим. На площадке Обилимпикса конкурсанты учатся презентовать себя, показывать свои умения и навыки на публике. Отборочный этап чемпионата предоставил многим из них возможность социализации и обретения уверенности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова